Красный Человечек Красный Человечек Послушайте, но вы в России не впервые, насколько я нашла в интернете, как вам в Перми не замерзлили? Друзья, вы не первый раз в России, а вы любите Пермь? И что касается воздуха? Это наш третий раз в России, но это первый раз в Пермь. И я бы хотел посетить город, потому что мы просто приехали вчера ночью. Но, может быть, после радио мы посетим город, или завтра, после концерта. И об этом не очень холодно. На прошлой неделе были в Магадане, и там было очень холодно. Да, здесь нужно сделать ремарку, что у нас очень большой тур. Это порядка 45 дней по городам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Центра. Поэтому морозы, которые можно было встретить на Урале, мы, в принципе, уже прошли все в Сибири и на Дальнем Востоке. Слушайте, а у вас в Перми не только концерт. Я слышала, даже будет какой-то кулинарный мастер-класс от настоящих итальянцев. Расскажите об этом. Мы про музыку будем говорить в свою программу, но все-таки. Ну, это действительно очень интересная вещь. На кулинарный класс нас пригласил Александр Белгородский, организатор наших концертов в Перми. И, насколько я знаю, это будет кулинарное шоу в одном из ресторанов Перми, где ребята будут готовить то, что называется национальную кухню. То есть пасту, спагетти, пиццу и так далее. А ребята могут быстренько рассказать какой-нибудь секрет пасты, их любимой, например, чтобы это сейчас запомнили наш слушателям? Итальянская вот настоящая такая. Чего нас добавить? Окей, теперь я скажу тебе моим лучшим секретом в кухне пасты. Вы должны знать, что, может быть, между итальянцами я самый лучший кухня в мире. Вы должны знать. Мой главный секрет пасты я сейчас его скажу. Вы должны знать о том, что я самый худший повар в Италии. Так что мой секрет в том, чтобы делать что-то и импровизировать каждую секунду. И посмотреть, что из этого получится. Так что, ребята, будьте осторожны. Я не хочу гарантировать вашу хорошую здоровь в вашем теле после моей пасты. Поэтому будьте осторожны и будьте готовы к тому, что вам потом потребуются дополнительные процедуры после моей пасты. Шутники вы, шутники. Ну вы что-нибудь... Может быть, он приготовит убийство на спагетти. Наверное, оно будет, наверное, убийство вкусное. Я надеюсь, так же, как ваша музыка. Слушайте, чтобы не быть голословным, мы сейчас будем все-таки о музыке, о музыке говорить. Я вас попросила бы что-нибудь сыграть. Друзья, поставьте что-нибудь на выборах. Окей. Конечно, без контрабаса. Мы просто в студию не смогли его притащить. Окей, мы начнем с чего-нибудь релаксивающего. Чтобы сказать всем русские ребята «Доброе утро». «Доброе утро». Мы начнем с чего-нибудь релаксивающего и пожелаем доброго утра. Поехали Джанго Рейнарда. Они собирают композицию великого гитариста, цыганско-французского происхождения, Джанго Рейнарда. Поехали visit Paris 1930. Давайте отправимся в Париж тридцатых годов. «Доброе утро» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Вообще группа состоит из трёх людей, но частенько появляются специальные гости, то есть это и скрипачи, и кларнетисты. Кстати, в нашем туре в России мы играем и с русскими кларнетистами, и с русскими скрипачами. Так что вот так. Слушайте, а у вас самый большой турне по России, да? Расскажите, где ещё, в каких необычных местах странах вы играли? Субтитры создавал DimaTorzok Может быть, любимое место, где вы играли? Может быть, твои любимые города, где вы играли раньше, лучшие концерты, лучшие стажи, лучшие, лучшие, лучшие для этого места, для этого музыки и для этого направления? Для меня, лучшая город, которую я увидел, это Магадан. Где было очень холодно? Где было очень холодно. Почему? Потому что, после многих часов на автобусе, мы пошли в отеле, но после того, чтобы пришли в отеле, мы просто остались за 15 минуты, в фронте океан, 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 океан. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok И для меня это был самый красивый лес в жизни. И я начал делать много фото, видео, и я стал скучным. И каждый день, каждый день, я думаю, о такой красивый лес. Виктор, переводите. Я поняла, что ты хочешь поиск? Александру, Александру, Саше больше всего понравилось в Магадане. И он говорит о том, что это был длинный 9-часовой перелёт. После этого мы всё-таки добрались до Магадана. И перед тем, как добраться до отеля, мы поехали на набережную Охотского моря, которая, собственно, впадает в Тихий океан. Это была бухта, и море, оно было заморожено, потому что было больше 30 градусов, то есть там плавал лёд. При всём при этом был закат. Время было, наверное, полтретьего, три часа дня, уже был закат, и дорожка от солнца, и всё это было так красиво и романтично. И мы действительно замерли, как истуканы, то, что называется, стали смотреть на всё это волшебство, при всём при том, что у нас был концерт практически через час. И Александра всё время вспоминает этот прекрасный закат, этот прекрасный пейзаж, возвращается мыслями вновь и вновь. В общем, итальянцев покорила русская природа и русская зима. Да, русская природа, русская зима. На самом деле, они не очень любят путешествовать, ходить именно по музеям, либо по центральным улицам, мегаполисам. Больше всего им нравится природа. То есть, когда мы едем в поезде, они всё время смотрят в окно. Когда мы едем в машине, они всё время смотрят в окно. Им больше всего нравится природа. И особенно природа севера, потому что люди южные, они никогда не видели. Но они были, может быть, кто-нибудь из них был в Швеции или в Норвегии, но это не то же самое. То, что побывать в Новосибирске или в Иркутске, на Байкале или в Магадане тем более. Там до Нью-Йорка ближе, чем до Москвы. Собственно, на этой замечательной ноте можно прерваться. Мы после рекламы спросим, конечно же, у Дарьо о его самом вот таком необычном месте, где ему приходилось выступать. Но пока реклама. Красный человечек. Мы возвращаемся в студию Эхо Перми. Меня зовут Анна Букатова. В эфире программа «Красный человечек». У нас сегодня необычные гости в эфире. Мне нравится говорить итальянцев в России. Группа аккорда-дисаккорди. И вот до перерыва на рекламу я спросила у ребят о самом необычном месте, площадке Гордзи, которая их покорила. Интересно было услышать о России. А вот мы спросили у Александра. И теперь вот второй из музыкантов – Дарьо. Скажите, пожалуйста, где же вам больше всего полюбилось выступать? О, Дарьо, это же самое вопрос. Какое место, какое место, какое место, какое место ты любишь? Может быть. Много чем другие. Да. Да. Но, скорее всего, я очень понравился Магадан, потому что… Я хочу объяснить, почему. Потому что, для нас, это был самый глубокий пункт, который мы достигли географически, самый глубокий пункт, который мы достигли всей нашей жизни. Магадан – это так, так далеко от Италии, далеко от всего. И мы никогда не видели полярное место, я никогда не видел зелёное место, так что это было очень впечатляемо. Но, реально, для меня, нет много различий между Россией. Я очень понравился в каждом месте, в котором мы играли, потому что в каждом городе есть своя особенность. И для меня все было очень круто. Действительно, но очень круто. Так что спасибо всем российским городом. Это тоже Магадан. И как вы хотите это перевести? Да, мне тоже очень понравился Магадан. Правда, я поняла, что никогда не видел льда? Они никогда не видели такого холода. Нет, они видели, наверное, лед, но они не видели такого холода и такой мерзлоты. Ему понравилось в первую очередь то, что это была самая удаленная точка, в которой они когда-либо были. Аккорде с Аккорде еще не путешествовали в Америке. Это план, можно сказать, будущего. И Магадан, получается, оказался самым дальним городом, в котором они когда-либо были. И для них это было очень важно. А с другой стороны, он любит все русские города, потому что они в некотором смысле немножко похожи друг на друга. И при этом в каждом из них разная аудитория. Спросите, пожалуйста, что их так заинтересовало в наших микрофонах? Потому что сейчас ребята фоткают, их очень удивленно на них смотрят. У них есть друг, который работает на радио, и они специально для него делают эти фотографии. А, какие микрофоны есть на радио в других странах, да? Слушай, ну давайте о музыке все-таки. На кого вы равняетесь? Кто ваши кумиры? Что ваши любимые музыки в мире? Это очень сложный вопрос. Это сложнейший вопрос. Как это назвать одних, а обидеть других? Я могу сказать тебе самое важное для меня. Я могу сказать тебе несколько артистов, которых я люблю. Не только один, пожалуйста. Я скажу несколько артистов. Ага, ну вот можно потом продолжить вопрос. Если бы предложили им в кино, например, сыграть какого-то джазового артиста из истории, вот, например, кого бы они выбрали? Хм, ребята, вопрос немного изменился. Представляете, что нужно играть в кино. Ты же персонажа. И нужно играть в джазового музыкана. О, другой музыкан, который ты очень любишь. Какой музыкан ты очень любишь, чтобы играть его в фильме? И играть с ним в фильме? Нет, играть его персонажа в фильме. Конечно, Джанго Рейнард. Потому что я думаю, что Джанго не такой музыкан. Он геннус. Но я думаю, что в его личной жизни, это было очень, очень смешно. Джанго Стэй Шигини. Для меня, это же самое. И для Дарьо тоже. Да, или... Что касается Вест Монгомери, Геордж Бенсон? Да. Но я думаю, что они музыканские геннии. Например, Джордж Бенсон. Но Джанго, я думаю, что он более скучный. Более скучный. Есть много легендов. Они очень любят... Они очень любят... Что за Джанго? Они очень любят самых разных гитаристов. И Уэса Монгомери, и Джорджа Бенсона, и всех-всё-всё-всёх. Но Джанго – это настоящий гений. И я могу объяснить, почему. Дело в том, что когда Джанго был ещё маленьким во время пожара, он потерял три пальца на левой руке. И когда он оказался в больнице, то он стал сочинять... То есть он практически создал этот стиль – джаз-мануш, цыганский джаз. И он стал играть его только двумя пальцами на левой руке. Вы можете себе такое представить? И вокруг него было очень много легенд. Он прошёл Вторую мировую войну. Был в том числе и в сопротивлении. При всём при этом заигрывал с немцами. То есть... Вёл такую невероятную жизнь, можно сказать, шпионскую. Продолжал играть свою музыку, нести её в массы. Так что это, конечно, уникальный персонаж. Давайте что-нибудь так поиграем. Вот в этой стилистике. Попробуйте ещё что-нибудь из Джанго Рейнхарда. Окей, теперь я покажу вам самые известные Джанго Рейнхарда тюны. Я думаю, что вы, Ана, вы слушаете эту песню, смотря фильм «Шоколад». Вы помните? С Джонни Деппом. Да. Да, я люблю эту песню, конечно. Попробуем. Попробуем для вас «Минорсвинг». Мы собираем одну из самых известных композиций Джанго Рейнхарда, которая называется «Минорсвинг». Она звучала в фильме «Шоколад» с Джолли Деппом. «Ан, дю…» «Ан, дю…» «Ан, дю…» «Ан, дю…» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Что это было? Это джаз. Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, это на самом деле очень удивительно, потому что я пересмотрела этот фильм буквально вот на днях. Фильм «Шоколад» с Джонни Деппом, друзья, все посмотрите. Слушайте, это очень здорово, спасибо вам большое. А что говорят про русских? Может быть, существует русский джаз? Знают ли они кого-то из наших музыкантов в этой сфере? Давайте спросим, guys, which Russian musicians, jazz musicians, and not only jazz musicians you like? Знаете? Who is your favorite? Not favorite. Do you know these services? Maybe you know somebody or don't know? I don't know a lot of Russian artists. Я не знаю многих. For example, because of Victor, I know Natalia... Natalia Skorzova. Natalia Skorzova. Это очень известная наша московская джаз. Вы тоже музыкант? Я в том числе музыкант, но я джаз-бэ-журналист и продюсер. Скромнейший. Она невероятная джазовая пианистка, композитор, и Александра ее очень любит слушать. У нас действительно есть в Москве Наталья Skorzova, пианистка, с которой я имею счастье работать. Поэтому да, and somebody more. Слушайте, то есть говорят в стране музыкантов, в Италии, что Россия это не только медведи, балалайка и водка. Ну, нет, конечно. Другое дело, что все-таки они с Натальей... Ну, отслышал, ну-ка спросите. What about vodka? Bears and балалайка? Нет, знают ли что-то в их стране о нашей культуре, о русских, или все равно это ассоциации с нами вот этих препятствий? What Italians know about Russia? Russian culture. They know, we know many things. We have some stereotypes. Дарио выручает Александру. But usually, Italian people consider Russia a very... the place of culture. For example, the place where theater is theater, and everybody go, see piece, etc. City of classical music. Russian is known thanks to their theater and classical music. For a second, they're only a baller. Or, for example, ballet. Ballet. Okay. And there's many cold. Очень холодно. Big country with big wood and big city. Thousand kilometers of forest and big city without... A mix from culture and into the wild. A mix of culture and, что называется, такой, первобытной природной дикости. And I want to make you a question. Yes, of course. What do Russian people think about Italy? Bravo. Bravo. Attention. Страстные мужчины, энергетика, танцы и любовь к жизни. Beautiful men. Like a real woman should begin from this. Beautiful men. And страстные, как это по-английски? Emotions. Emotional. Passion. Expressive men. Yeah. People. People. And you become very more love of life. Ah. Yes, I understand. Большая любовь к жизни. Это только... Energy. Yes. Да, good work. Ну что ж, мы снова прерываемся уже на новости. Продолжим после... После. Красный человечек. Мы возвращаемся в студию Эхо Перми. В эфире программа Красный человечек. Меня зовут Анна Букатова. Необычные у нас сегодня гости, итальянцы. Группа Аккорди Дис Аккорди. Из Турина они прилетели буквально вот несколько часов назад. Я не обману, да? Ну, не часов, все-таки мы вчера прилетели. Ночью. Ночью. Нам помогает переводчик Виктор Радзиевский по совместительству директора и продюсера группы. У ребят, у итальянцев самое большое турне по России. Сколько городов? Ох, если я не ошибаюсь, 28 в общей сложности. А Перм какая по счету? Я думаю, что все-таки в первой десятке. То есть, может, десятая, одиннадцатая. То есть, вы в середине этого тура, да? Ну, еще не добрались до серединки, но осталось недолго. А когда закончите? Слушайте, это получается, вы год целый? Нет, закончим мы 22 декабря перед Новым годом. А, 22 декабря. Слушайте, ну, по вопросам. Раз мы поговорили о том, что знают в Италии о российской культуре, может быть, вы тогда расскажете, как там происходит взаимодействие властей с музыкантами? Легко ли там быть музыкантом, зарабатывать на жизнь и вообще состояться как-то в этой сфере? Ну, наверное, мне тяжело представиться экспертом. Поэтому ребята, наверное, лучше расскажут. Guys, what do you think about the place of musicians in Italian music industry? What about relationships between musicians and government, musicians and producers? Легко ли молодым музыкантам, начинающим в Италии? Is it easy to begin to do music in Italy? We live in Italy, and we are musicians in Italy. So I think that it is possible to do this. Мы итальянцы, мы живем в Италии, и мы музыканты. Значит, это все-таки возможно. It's difficult, but... It's not always easy, because we have some strange law about, for example, CI rights, etc. But you can, yes, you can play in Italy like in other parts of the world. With all positive things, and also with every... Не всегда все так легко. У нас есть глупые, зачастую странные законы, но мы стараемся как-то жить. А вот хотел что-то сказать, контрабан... А, нет, не хотелось. А, мы с вами здесь еще также третий участник группы. Это молодой контрабасист. Может, он еще показывал глаза? Элия Лассорса, ему надо сказать обязательно, что ему всего лишь 20 лет. Это один из самых молодых контрабасистов, профессиональных сегодня в Италии. Это его первый большой тур. Так что он для нас сегодня на особом счету, можно так сказать. Элия, what do you think about musicians in Italy? Industry. Быть музыкантом в Италии сложно. Это не Франция, не Швейцария. А в других странах, например, в Швейцарии намного лучше, чем в Италии. Намного проще. Но по этой причине у нас в Италии есть действительно по-настоящему потрясающие музыканты. Потому что для играть музыку, как сказать, нужно, как сказать, нужно любить музыку. Потому что для того, чтобы играть, нужно действительно ее любить. Я бы хотел добавить, что в этом смысле, я думаю, что у нас оно схоже. У нас тоже есть много трудностей для музыкантов, особенно джазовых и классических, для того, чтобы пробиться и показать себя, иметь возможность показать себя. Зачастую такая музыка, как джаз, она блокируется, особенно в связи с нынешней политической ситуацией. Ну, не будем углубляться, но я к тому, что Россия и Италия в некотором смысле здесь очень похожи. Наши музыканты тоже выживают в невероятных условиях. Я это хорошо знаю, я с ними работаю. Можно тогда в двух словах о том, как они стали такими музыкантами, которые хотят слушать по всей России, как они к этому пришли, как выбрали музыку? Его брат играл на гитаре, Александр очень любит своего брата, поэтому просто стал делать то, что делает его брат. Да, пример семьи. А Дарьо? Дарьо? Я начал, потому что я видел слэш играть. Вот увидел, как играет слэш. Я играл на красивую любовь, и потом я перейдил в передачу музыкантов, я видел гитару, и решил играть гитару. Ну, удивительно, что Дарьо пришел в эту музыку все-таки в джазе, из рок-музыки. То есть он играл слэш, это, если не ошибаюсь, Ганса Дрозес? Да. А Элия? Я начал слушать один, который CD из Битлз, но не CD. Ты послушал пластинку Битлз? Услышал Битлз, а потом спустя какое-то время стал играть на контрабасе в своей школе. Слушайте, тогда у нас в Перми много молодых музыкантов, много людей, которые все-таки следуют за своим любимым делом. Какой-то вот совет уже от состоявшихся людей в этой... Guys, Agatsi, give the advice to young musicians, because now you're professional, you are famous, really famous, and in Russia, because you have a third tour, a very big tour. Give the advice to young musicians, which only start to play music and want to continue. For me, the best advice always, it's not only in music, but in life, is never give up your dream. If you want to do one thing, keep all done, and never mind if all the world is against you, but go and keep your passion alive. Для меня главное это сохранять терпение и никогда не позволять разбиться своей мечте, не отпускать эту мечту, продолжать мечтать. And for me, I think that one of the best advice that I can say to young people, young musicians, is to listen every day a lot of music different. A lot of type of music not really just one kind of music that you love, but you try to listen every good music, because there is good music in every kind of music. Александру говорит наоборот, нельзя самоконсервироваться и слушать побольше разной музыки, то есть, слушайте, утром начинать с джаза, а заканчивайте, например, с дабстепом. Да? Так. Слушайте, я не могу не спросить у итальянских мужчин, которые вот так вот, легко ли совмещать творчество, любимое дело, любовь, семью, это вообще возможно? Does it easy to combine everything, the family, the love, the music, other things? No, absolutely no. It's a choice. Абсолютно нет. Это выбор. If you want to do, it depends on how much do you love what you do. Это зависит от того, насколько сильно ты любишь то, что ты делаешь. Или человек. Или человек, да. Exactly, you have to, you will reach one point of your life, and you have to have, or you have to do a choice, or many choices. For example, you can have family, girlfriend, etc., etc., but if you have to travel, maybe you will have little time to stay at home, to stay, take a walk, etc. На каждом ходу нужно делать сложные выборы, например, если у тебя есть девушка, а ты много путешествуешь, это очень некомфортно. Но я думаю, что здесь нужно сделать грустную ремарку, сказать, что все четверо мы, путешественники, все еще не женаты. I think that it's not so different. Кому-то грустное, кому-то веселое, конечно. A musician's job is not so different from another job. For example, if you are a manager, and you have to travel the world for your factory, you have to go and do the same thing. So, like every job is not easy, it's not hard, so too. It depends how much you love. Все зависит от того, насколько ты любишь свое дело, насколько сильно ты хочешь путешествовать, насколько сильно ты хочешь создать семью. То есть тебе все равно придется выбрать то или иное, а вместе это очень тяжело совместить. Александра, how it's easy or not easy to combine the family, the music, everything? Yes, 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 I just think that I think the same, but it's not really simple to combine relationship with the girlfriend. Как одинаково они мыслят в одной группе. Да, 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 ну так два лучших друга, конечно. Конечно. В Александре, в принципе, схожие мысли. It's difficult, because also when I am in my house, I play music, and I continue to do just what I am doing in other parts of the world. So I play music every day, so it's very difficult. But if you want, you can do. Даже находясь дома, я постоянно играю свою музыку, то же самое, что я делаю во время путешествий. Я играю вообще везде и без остановки. Это, можно сказать, такой осознанный выбор. У нас минута остается. Мы можем минуту попросить еще поиграть наших итальянских друзей, потому что итальянцы в России бывают нечасто. Обязательно. И перед этим мы с музыкантами очень хотели бы сказать спасибо Александру Белгорскому и агентству Синкопа, которые нас принимают в Перми и помогают нам сделать концерт. Guys, please something more? Okay. We have one minute. One minute. Just one minute. One, two, one. One, two, one. One, two, one. One, two, one. Two, three, one. Продолжение следует...